Если прошлые автопробеги были про Сибирь, про Дальний Восток, про Россию и наши ближние зарубежья, то этот автопробег, он полностью про мир. То есть мы столкнулись с тем, что происходит в мире, мы оказались частью происходящих в мире событий. Поэтому я могу сказать, что его особенность – это масштаб во всех аспектах, которые нас окружают в дороге. Расскажи о чем-то интересном, что характеризовало бы именно этот автопробег. Какие-то моменты мистические, возможно. Этот автопробег полностью был волшебный. Каждый день, который мы провели в дороге, каждое место, которое мы посетили, это все окутано вот этим волшебством, ароматом и на самом деле отзывчивостью мира, который все время с нами говорит, о чем-то сообщает и пытается с нами взаимодействовать. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то кадры, которые ты не успела снять? Может быть, ты жалеешь о чем-то, что ты упустила в этих вот странах, в которых мы уже побывали сейчас? В тех странах, в которых мы побывали сейчас, честно скажу, мне немножко не хватило времени просто так свободно погулять по Риге, потому что там начались уже официальные разные ограничения. Я бы хотела погулять по городу и немножко подышать этим воздухом и посмотреть, как же он разворачивается, как он встречает гостей, и снять, собственно, всю его гостеприимную душу. Конечно, самый главный кадр, который я не сняла, но очень хотелось бы, это наше прибытие, потому что прибытие в Таллинн в прошлом году оставила вот здесь у меня на сердечке еще одно сердечко, неизгладимое впечатление. Это очень трогательно, это очень ярко, и в такие моменты я понимаю, зачем люди собираются, зачем люди пишут и зачем люди встречают гостей и общаются. Скажи, пожалуйста, пару слов о атмосфере в команде, которая была в себе вот эти дни. Я считаю, что команда на самом деле герой, потому что команда придерживается, ну, на мой взгляд, мысли, что жизнь останавливать нельзя, жизнь должна продолжаться. А жизнь – это для нас общение, культурный обмен и движение, то есть всеми силами, я не знаю, настроением, нашими маршрутами. Команда подтверждает идею о том, что жить прекрасно, несмотря на то, что страшно, нужно о себе заботиться, но двигаться нужно. И меня это очень здорово воодушевляет. Все.